Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чунаска, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Plants vs Zombies 2. Друзья, как вы помните, в предыдущей серии мы с вами победили злобного доктора Зомбосса в... так, а где это было? А это было в Dark Ages. Здесь мы победили. И я так думаю, в честь этого можно открыть, в принципе, новую локацию, посмотреть, что же будет здесь. Это уже, ребят, 4 перчика из 5, и это будет реально горячо. Ставьте обязательно лайки, если хотите увидеть продолжение. Ну, а мы с вами начинаем. Кстати, нифига себе, это реально какие-то доисторические, смотрите, разные растения. Ну, погнали. Давайте заценим, давайте посмотрим, что же нас здесь будет ждать. Так, я готов. Я готов. Блин, на самом деле, даже волнительно немного, потому что вообще не представляю, кто именно у нас здесь будет. Значит, внимание, юзердейв. Мои сенсоры показали, что мы переправились на 153 миллиона 954 тысячи 765 лет назад. Вау! Это ж было до того, как я родился. Да, верно. Мы где-то приземлились во время юрского периода. Я знал, что здесь больше кислорода. Блин, юзердейв, как обычно, какую-то фигню делает. Ну, ладно. Так, у нас здесь новый горошек есть. Смотрите. Ну, давайте посмотрим, как он будет работать. Я тогда не буду брать просто огненный горошек. Вместо него использую вот этот новый, да, исторический. Посмотрим, как он зайдет нам. Я готов. Погнали, как говорится. Сначала солнышко поставим, конечно же. Все, как обычно, ребята. Нам сначала нужно... Кстати, прикольные газонокостилки каменные какие-то. Хотелось бы, конечно, сразу же поставить, на самом деле, горошек. Но ничего, я надеюсь, что сейчас как раз-таки успеем. Так, да, успеваем ровненько. Ну-ка, как он будет... Ого! Слушайте, а это тема! То есть, его перв... А, нет, не первое. Каждое третье попадание, по ходу дела, оно мощно и отталкивает врага. Слушайте, а это реально круто. Слушайте, мне реально нравится. Класс. Так, это я давайте поставлю вот сюда. В принципе, надо было, на самом деле, даже подальше поставить. Но ничего, я думаю, что и так будет норм. Это ставим сюда. И сейчас надо бы поставить еще один... Еще одно солнышко. Тоже было бы здорово. Слушайте, ну, пока что выглядит не особо сложно благодаря вот этому новому мощному гороху. Я даже не знаю, чем именно он пуляет в этот раз. Это какие-то эти... Не знаю, трапеции. Гороховидные трапеции. Возможно, это так можно назвать. Так, давайте я сюда поставлю дурьянчик, чтобы он задефал немножечко. Кстати, смотрите, конус из чего сделан. Я даже не пойму, что это. Это какие-то... Ух, нифига. А там кто идет? Слушайте, давайте сюда тогда тоже поставим. Ну, все. Вроде бы сейчас уже оборона... Ну, точнее, атака у меня стоит. Обороны еще нет. И солнышки еще не все готовы. Сейчас давайте еще солнышко поставим. Все. Теперь есть атака и есть солнышки. Осталось только теперь еще оборону выстроить хорошую. Давайте вот сюда поставим. Вот это я вот выкопаю, потому что это нам уже сейчас бесполезно. А на второй ряд, в принципе, можно ставить чертополоху. Он нам тоже не помешает. Нормально, нормально, ребят. Нормально. Я думаю, что с такой защитой уже проиграть будет довольно-таки тяжело. Хотя, я не знаю, может быть, здесь еще будут какие-то монстры, которых... Вот, например, смотрите, с черепом динозавра вообще жесть. Неожиданным, неожиданным. Но, впрочем, реально, судя по тому, что я вижу, это будет не особо тяжело. Так, давайте поскорее. Я уже готов, в принципе, выигрывать. Надо еще, знаете, что проверить? Вот это вот. Ну, ничего необычного. В принципе, стреляет стандартно. Я думал, что, может быть, он какую-то приколюху выдаст. Но нет, в общем-то, это стандартно. Так, это еще сюда. Все, оборона тоже выстроена. Ну, и можно атаку дополнить с помощью чертополохов. Так, у меня еще один флажок остался. То есть, в принципе, мы почти уже прошли уровень. Но он немножечко скучноватый. Но я понимаю, что это обучение. То есть, это чисто ради обучения... Кстати, смотрите, камень несет. Блин, прикольно у них шапки. Вот с динозаврами мне реально нравится. Классно выглядит. Так, я думаю, что я здесь использую вот такую штуку. Чтобы нормально так запилить в них. Есть. Ну, и все. В принципе, осталось только дождаться, когда этих по-быстрому тоже размочим. Не знаю. Можно, в принципе, вот так сделать, чтобы еще побыстрее все это прошло. Вот. Не знаю. Ну, все, готово. Это реально было очень изи, но это только первый уровень. О, и мы получаем. Мы получаем этот исторический горох. Нормально. Почему бы и нет? Я не уверен, что я его буду прям себе обязательно брать. Но как вариант. По крайней мере, пригодится, я думаю. Погнали дальше. Давайте посмотрим, что еще нас здесь будет ждать. Блин, вообще растение прикольное. Так. Эта эпоха известна своими необычными формами жизни, юзер Дэйв. Я знаю. Это я не знаю даже, как переводится. Какие-то там завры. Короче. А, мы сейчас будем динозавров встречать, да? Слушайте, нет. Пока динозавров не вижу. А вот зомби-динозавра было бы довольно-таки прикольно увидеть, я так думаю. А вот это еще давайте проапгрейдим. Найс! Наш теперь дурианчик дамажит еще сильнее. Это вообще супер. И еще при этом он стал сам по себе крепче, поэтому он теперь становится реально очень полезным растением. Он и до этого был полезен, но теперь будет вообще бомба, как мне кажется. Так, сначала опять же сажаем подсолнушки. Готово. От них мы будем ждать побольше солнышек. И в принципе, ну я не знаю, мне снова дали этот горох. Я, наверное, его поставлю, чтобы он отталкивал еще дополнительно. Это, в общем-то, тоже бонус неплохой. Но, ну ладно, пускай поставим. Пофиг, в принципе. Отталкивают. И хорошо, в общем-то. Какая нам разница? Еще ставим солнышки. В принципе, я думаю, что я сделаю такую же, ребят, стратегию. То есть у меня будет солнышки, горох, чертополох, дуриан. Вот примерно такая стратегия. Уже три солнышка есть. Еще хотя бы один поставить, и можно, в общем-то, устраивать себе защиту. Опа-на! А вот и динозавр! Нифига себе! Так, он отталкиваться-то будет? Так, а что? Что? Почему он обратно идет? Что-то я не очень... Что происходит? Почему он здесь патрулирует, туда-сюда ходит? Что за жесть? Блин, я реально не понимаю, почему он ходит просто. Почему он не атакует? Так, это интересно, ребят. Это интересно. Я пока вообще не понимаю, почему так, но думаю, что скоро мы это узнаем. Так, давайте я чертополох, наверное, поставлю сюда. Так, в принципе, он подойдет. Нет, смотрите, он ровно половину проходит. Я не понимаю, почему. Так, здесь... А, он... Все, понял, 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 понял. Это, кстати, не очень-то хорошо, потому что он реально может перетолкнуть через дуриан, и для нас это минус, в общем-то, если честно. Так что дракоша... Ну, он не особо опасный, но неприятный, скажем так. Так, дурианы давайте продолжаем выстраивать дальше. В общем-то, почти что оборона у нас уже готова. Я думаю, что это тоже будет победа. Нас, в принципе, просто сейчас знакомят с динозавром. А с тем, как он... О, мы его прогнали, да? Так, нормально. Нормально, проваливай, дракоша, тебе здесь не рады. Еп. И еще чертополох тоже ставим. Не знаю, можно даже вот такие вот фишечки ставить дополнительные. Это просто уже, как бы, не обязательно, но дополнительно можно поставить. За это мы только бонусы получим, конечно же. Так, еще немножечко чертополохов, еще немножечко дурианов. И, в принципе, у меня все уже будет готово. Можно, конечно же, шипы тоже ставить, но это вообще не обязательно. Ну, просто как вариант, дополнительный. Вот, видите, то есть шипы реально помогают, но это реально дополнительный вариант. То есть нам не обязательно на них прям сильно рассчитывать, потому что мы и без них справимся нормально. Раз, два, ну и, в общем-то, сейчас уже все будет готово. Нормально. Это было тоже очень даже легко, ребят. Ждем следующий уровень, надеюсь, что он будет уже посложнее. Кстати, смотрите, мы не можем задамажить дракона просто так, ну, точнее, динозавра. Если он здесь идет, просто так мы его влепить не можем. А это жаль, кстати, я бы хотел. Итак, наш следующий уровень, и здесь нам дают новое растение. Это виноград, кста. Слушайте, я даже не знаю, как он будет пулять. А-а-а, нифига себе. Блин, а вот эту штуку я бы, может, даже брал с собой. Так, а это что такое? Лучок или чесночок? Интересно. Наверное, он будет отравой пуляться, как и все вонючие растения, как мне кажется. Ну, сейчас проверим. Ну, я думаю, что это, скорее всего, будет отрава. Так, давайте. Пока что себе немножечко поможем. О, арбузики. Это хорошо, это всегда хорошо. Погнали. Я думаю, что он сейчас реально пульнет отравой. Так, ну-ка. А что он? А, ну да, он отравляет. Он тупо отравляет, ребят. Ну, ничего такого прям супер хорошего, но сойдет. В принципе, сойдет. Причем, смотрите, он, походу, не умирает еще. Он просто отравляет. Ну, он стал немножечко такой покоцанный. Но при этом он не сразу отъезжает. Поэтому это, конечно же, большой плюс. Так, давайте ускорим немножко. В принципе, пока что мне все понятно. Но растение прикольное, надо сказать. То есть, чесночок новенький. Это довольно забавно. Новенький виноград. Это суперский. Мне очень сильно он понравился. Надеюсь, что, опять же, он и в обычном, так сказать, режиме нам очень сильно пригодится. Очень на это надеюсь. Ну, и в остальном, в принципе, тоже все ок. Так, мне бы вот сюда виноградик тоже поставить хорошо было бы. Оу, так, сможем ли мы здесь зачистить? Его сейчас отравят. Это нормально. А, его еще перемещают при этом на линию, да? Блин, прикольно. Реально прикольно. А виноград еще, когда лопается, взрывает всех, кто рядом. Блин, это реально одно из самых имбовых растений, которые я видел. Конечно, оно наверняка дорого стоит. И еще минус наверняка. Так, сможем мы пройти здесь? Да, вроде бы сможем. Еще и в минус наверняка, как бы это сказать-то. Короче, откат у него, наверное, долгий будет. Вот еще что важно. Но в остальном, я думаю, что это неплохой вариант. Скорее всего, я его буду использовать. Вместо вишенки вполне подойдет. Так, я его пока что оставлю. Сейчас будет волна покрупнее, он нам понадобится сильнее. Так, здесь еще лучок. Точнее, чесночок. Да, видите, его потихонечку съедают, но, в принципе, он все еще живой. Блин, его сейчас переместят. Да, и арбуз он съест быстро. Конечно же. Конечно же, ребят, конечно. Так, вот и пошла волна. Найс. Так, ну что, давайте куда-нибудь вот сюда, наверное, че. Нормально, задамажили неплохо. Ставим еще. Блин, а знаете, что бы хотелось? Виноград попробовать забустить с помощью листочка. Но у меня просто листочков здесь нет. Но это было бы прикольно, на самом деле. Мне дали много винограда. Это вообще изи победа. Да, да, да. В принципе, классно. Еще и классно, что реально здесь есть динозавры. Я динозавров люблю, и поэтому всегда прикольно на них посмотреть в разных играх. Так, нормально. Давайте еще два бой сыграем. Ребят, опять же, если игра нравится, обязательно ставьте лайк. Только от вас зависит продолжение. Ну и, конечно же, мне самому интересно, что мы будем делать в следующем видео. Потому что я, видите, стараюсь рассматривать разные зоны, чтобы было поинтереснее. Так, кстати, я хочу заметить, что мне ни чеснок, ни виноград не дали, да? Да, это печально. Ладно, давайте попробуем тогда сыграть с тем, что у меня, в принципе, уже есть. Ну, я, наверное, пока не буду брать горох отталкивающий, потому что мне он, если честно, нафиг сейчас не нужен. Я попробую сыграть своими премиум растениями, а именно горох огненный и чертополошек. Ну и гипногрипп, в принципе, тоже, наверное, неплохо зайдет, если вдруг будут какие-то критические ситуации. Погнали, погнали, дело пошло, ребят. Так, вышел динозавр. Ой, он будет сейчас отталкивать, это не очень хорошо, кстати. Это, кстати, не очень хорошо. Давайте, опа, отлично, отлично. Здесь уже он нормально защитится. Так, и, наверное, бы сюда, наверное, уже надо чертополох ставить, я так смотрю, потому что здесь уже понадобится дэмэдж, по-моему. Он вряд ли справится сам по себе. Дурианчик вряд ли сам справится, вот в чем проблема. Так, ладно, давайте пока поставим сюда горошек, вот так вот. Все, я думаю, что это норм. Я думаю, что это норм сработает, а мы пока ставим с вами еще больше солнышек. Все, супер, просто супер. И у меня уже потихонечку денег начинает накапливаться на остальные растения. Нормально. Я думаю, что за... Опа. Еле успел. Еле успел сейчас, ребят. Ну, нормально, он уже ему шляпу снял, значит, это будет изи. Все. Все, солнышки я проставил. Теперь ставим с вами дурианы и чертополохи. Они тоже очень важны. Давайте пока чертополох сюда поставлю. А дуриан первый поставлю... Блин, вот сюда еще нужно срочно. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Давай вот так сделаем. Блин, и вот сюда тоже нужно. Ай. Ай, одного успел убить, второго... Ой, блин, вот это... Фуууу, вот это я сейчас жестко сыграл, ребят. Это сейчас было жестко. Так, сюда смогу еще давайте дэмэджа чуть-чуть прописать. И вот это выкопаем. И вот сюда еще дополнительный... Блин, ребят, мы с вами реально сейчас просто уничтожаем. Вы посмотрите на эту жесть. Так, что мне еще могу? В принципе, защиту мне сейчас вот сюда вот. Брэм-брэм-брэм-брэм-брэм. Давайте вот сюда поставим горошек. Блин, вот это не очень хорошо. Помогаем, потому что он сейчас сам не справится по любасу. Сюда вот так пропишем. И вот так вот. Хорошо, просто отлично, ребят. Так, блин, мне бы еще вот сюда вниз поставить что-нибудь. Давайте горох поставим. Нормально. Так, ну, судя по дурианам, у нас, в принципе, все идет нормально. Это я выкопаю сейчас. Вместо него поставлю что-нибудь другое. А-а-а, так. Сюда мне тоже нужен горох. Поехали, поехали. Идем нормально. И еще дурианчик мне нужно поставить сверху сейчас будет. Так, давайте еще чертополох сюда. Блин, еще чертополох. Ладно, давайте так. У нас других вариантов здесь нет. Просто обязательно надо это сделать. Проблема еще в том, что у меня солнышек совсем мало почему-то. Почему-то сейчас они прям реально медленно добываются. Но ничего. Надеюсь, что все будет норм. Так, давайте я эту линию сейчас зачищу с помощью гриба. И, в принципе, можно... Ну, я думаю, что это уже победа, в принципе. Скорее всего. Потому что у нас вроде бы все нормально идет. Надо еще сейчас на центр поставить дурианчик. Угу. И осталось только чертополохи расставить побольше, чтобы они дамажили по всем линиям, скажем так. Все, готово, ребят, готово. Особо сложности я не увидел. Конечно, сложнее, чем предыдущие несколько уровней. Но все еще довольно-таки просто. Ставим еще один чертополохик. И готово. Так, сюда дурианчик. Раз тут кто-то его съел уже. Все. Мы отбились. То есть, мы реально отбились с вами от остальных атак. Осталось последнее. У меня есть еще один листочек, который я тоже могу использовать, в общем-то. Да, почему бы и не использовать. Я, наверное, его даже вот сюда использую. Смотрите. Нормально. Нормально. Лазером просто лупит. Хотя, походу, зря я это сделал. Можно было использовать на горохе. И это было бы больше дэмэджа. Ну, ладно, ничего страшного. Сюда просто ставлю чертополох, чтобы он тоже сзади дамажил. Ну, и вот сюда можно. Все. Это победа, ребят. Это уверенная прям победа. Без особых проблем. И мы получаем с вами новый орех. Какой-то праймал. Это типа доисторический орех. Слушайте, неплохо. Надо будет его затестить. В финале, ребят. Последний бой сегодня. Последний бой. Он трудный самый, как говорится. Тогда я дуриан сегодня брать не буду. Потому что у нас есть новый орешек. Ну, что ж, посмотрим, как он будет работать. Мне даже очень интересно. Стоит он, кстати, нормально. 75 солнышек. То есть, это не самая дешевая стена, но и не самая дорогая. Ну, такой среднячок, в принципе. Нормально сойдет. Так. Ну, что. Интересно, будет ли он как-то дамажить. Потому что вот у дуриана огромный плюс в том, что он дамажит. Он сам самостоятельно может убить, ну, хотя бы там 3-4 зомби, я думаю, на изи. А вот этот орех я пока еще не знаю. Ну, давайте посмотрим. Чисто ради интереса уже сейчас его поставлю. Но он не дамажит, ребят. Это просто скала. То есть, это просто скала, которая, видимо, будет хорошо сдерживать. Я так думаю, что, учитывая, что он, видимо, какой-то каменный или типа того, он наверняка будет сдерживать хорошо. Но это просто скала. Она не дамажит. И это очень плохо. То есть, вот из-за этого я, скорее всего, брать его в обычные режимы, скорее всего, не буду. Дуриан намного лучше. Хоть немножко подороже. Совсем чуть-чуть, но намного лучше. Так, сюда, в принципе, можно было бы уже поставить защиту. Но я пока не буду. Пока не буду, потому что у нас есть на что еще потратиться. Давайте сюда солнышки поставим. И мне еще нужно поставить... Ну, в принципе, норм. Будем потихонечку сейчас ставить защиту, я думаю. Интересно еще посмотреть, конечно же, как будет. Давайте проверим. Просто ради интереса. Появляется какое-то надгробие. Просто со знаком ореха. Прикольно выглядит. Очень даже необычно. Но, опять же, даже если он очень сильно защищает, ребят, по сути, он мне особо не нужен. Вот честно вам скажу. Просто, просто по чесноку. Так, давайте я здесь немножечко зачищу. Может быть, и так смог бы зачистить. Но мне будет спокойнее, если я запущу, так сказать, эту штуковину. Так, сюда можно уже эту поставить. Блин, я вот... Блин, наверное, он все-таки прошел, да? По-моему, он дамажит уже... А, или нет? Он, по-моему, дамажит орех. Все, тогда это супер. Это очень хорошо. Так, ставим еще больше чертополохов. Потому что, я смотрю, мелкие потихоньку начинают проходить. Давайте мы им помешаем немножечко. Вот так. Нормально. Ну, блин, чертополох один погиб, к сожалению. Ой, что-то они как-то реально наседают жестко, если честно. Что-то как-то прям жестковато. Надо бы... Сюда тоже нужна защита. Блин. Так, сюда защита. Надо реально сейчас защиту выстроить, потому что они пробираются. И мне это очень сильно не нравится. Все, последняя защита. Все готово, ребят. Все готово. Теперь можно просто ставить атакующие растения, чертополохи и горошки, конечно же, тоже. Нормально. В принципе, последняя волна осталась. Я не думаю, что они нам какой-то сюрприз припасли. Скорее всего, это будет изи победа. Так, еще чертополох. Готово. Можно, в принципе, еще горошков поставить. Но я думаю, что и этого уже вполне себе хватит. Давайте я его так добью. По-красивому, так сказать. Готово. Ну что, ребят. В принципе, довольно прикольно было пройти первые пять дней этого юрского периода. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно, ставьте колокольчики. Ведь только от вас зависит продолжение этой игры. С вами же был Чунаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья. И пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...